Привет, любимые мои! Под моим видео о том, что женщины чувствуют в презервативе и без, вы оставили очень много комментариев, такой сильный отклик и не менее много вопросов по этой теме. Я была очень удивлена, насколько же плохо мужчины в целом осведомлены о том, что чувствуют женщины. Поэтому я хочу затронуть эти вопросы здесь, снять отдельный ролик и разобрать их. Первое. Может у разных женщин разная чувствительность? В ролике, я, кстати, оставлю ссылочки под видео в описании, в подсказках, переходите, кто еще не видел этот ролик, посмотрите. Я упоминала о том, что у женщины на самом деле слабо чувствительное влагалище, и она больше чувствует толчки, чем ощущает свойства материи. То есть она не может влагалищем ощутить разницу, член в презервативе или без. Единственное, что в процессе полового акта без смазки очень быстро презерватив может начать натирать. То есть вот эта поверхность презерватива, из которого он сделан, он слишком впитывает, вбирает в себя вот эту смазку. Плюс в складочке где-то презерватива тоже, он же кверху натягивается, и там образуются такие складки уже у основания члена. И туда тоже очень много смазки захватывается, в эти складочки. И получается, что без дополнительной смазки действительно очень некомфортно в презервативе. Вот эта женщина может начать чувствовать натирание. А без презерватива ее собственной натуральной смазки хватит чуть на дольше. Конечно, если очень долго длится половой акт, то ее смазка тоже вся как бы выйдет и может быть потребуется дополнительная. Но в целом вот как-то так. Так вот, по поводу чувствительности. Да, конечно же, у всех женщин разная чувствительность. Есть женщины, которые вообще ничего не чувствуют влагалищем. Вот реально такие случаи есть. То есть они даже на толчки, какую-то очень слабую реакцию у них идет. Либо есть женщины, которым нужны очень сильные толчки. Вот эти женщины так и говорят, я люблю пожестче. То есть вот прям такое очень-очень интенсивное одолбление они ощущают. Это тоже в том числе из-за пониженной чувствительности. Но какая бы ни была чувствительная женщина, ее влагалище, ее половые губы, какими бы они ни были чувствительными, они все равно не настолько чувствительны. Понимаете? Чувствительен клитор, чувствительны вот эти вот внутренние половые губки. Но сам вход во влагалище, он реагирует больше на трение. То есть вот когда происходит излишнее трение, боль чувствуется, конечно же. И на давление. Все. Больше там вы как пальцами, как губами все равно не ощутите. Нет ни одной женщины в мире, чтобы ее влагалище было настолько чувствительным, чтобы оно безошибочно определяло структуру предметов, которые в нее вводятся. Особенно если эти предметы не слишком огромные. Допустим, если вы что-то достаточно большое и твердое будете вводить, женщина может в принципе понять, что это что-то твердое. Если что-то мягкое будете вводить, ну тоже она может понять, что это что-то такое более мягкое. Все. Вот это максимум. По звукам она может что-то попытаться определить. То есть когда шуршащую бумагу вводите. Ну вот как-то так. Но половые губы, район клитора, ну чуть-чуть более чувствительные. Ну что-то там какие-то проблески, намеков еще могут почувствоваться. Но вы же членом входите уже внутрь влагалища, а не по клитору вводите. Правильно? Ну и то я не думаю. Я не думаю, что женщина сильно почувствует разницу, даже если вы проведете по клитору членом в презервативе или без. Вот просто поставьте эксперимент. Завяжите женщине глаза и поводите членом в презервативе или без. Только не издавайте лишних звуков. Ну на всякий случай еще уши ей закройте. Потому что презерватив может издавать какой-то свой определенный звук. При трении по половым губам, по влагалищам. Так. В общем поняли, да, за чувствительность? То есть какая бы она ни была, разная, не может, нет такой суперчувствительности. Только в процессе полового акта, когда смазка начнет заканчиваться, она вот начнет чувствовать вот это такое действительно неприятное такое ощущение возникает, когда долго длится половой акт в презервативе, вот ты реально уже начинаешь его чувствовать из-за того, что он просто всю смазку забрал и вот начинает как натирать. Вот это вот, да, вот это чувствуется. При контакте с живым членом такого сильного натирания обычно нет, как от презерватива. То есть вот по этому признаку можно понять через время. Следующий вопрос. А зачем всякие усики, точки и ребрышки на презервативе? Странно это все. Они нужны для маркетингового хода, чтобы вы такие усики, надо попробовать, а вдруг будут какие-то ощущения необычные. И вот для этого это люди покупают из интереса, чтобы попробовать. Но я вам скажу, на опыте мы с мужем покупали даже в секс-шопе такие специальные насадки. Головка остается открытой и начнет надеваться насадка. И там прямо такие вот шарики были, достаточно крупные по периметру вот этого цилиндрика. Он был утыкан этими шариками. С ворсинками мы тоже такую штучку купили. То есть такие вот силиконовые ворсинки были. И вот эта штука надевается на член. Во-первых, он становится очень сильно шире за счет этих шариков. Во-вторых, ну якобы должны вот эти все бусинки, которыми он утыкан, или ворсинки, ну их там несколько видов, мы несколько и купили попробовать, должны доставить какие-то определенные ощущения дополнительные. Так вот, я особо усиков и шариков не чувствовала. То есть вот если бы я не видела это визуально, я бы вам не сказала, вот там шарики, а там усики. Я их не чувствовала. Но я чувствовала, что член стал более раздутым. То есть он стал более толстым. И, конечно же, он больше заполнял. Ну потому что вот к диаметру члена добавились диаметры шариков по бокам. Они находились на расстоянии друг от друга, но они же все равно расширяли влагалище, когда вход случался. И когда уже член находился внутри. Вот расширение чувствовалось. С усиками то же самое. Просто небольшое расширение. Меньшее, чем с шариками, но просто чувствовалось немножко большее расширение. И более затруднительный вход. Потому что, опять же, вот эти все усики и шарики, они мешали скольжению. И усики вообще вбирали в себя влагу. Да и шарики вбирали, но усики больше. И там уже сколько этой смазки не заливайся, она сразу же скапливается вся между этими усиками и шариками. И становится быстро больно. То есть оно очень быстро начинает натирать. Поэтому никаких особо приятных ощущений от этого не было. А то, что касается презервативов, то на самих презервативах вот эти малюсенькие какие-то пупырышки или малюсенькие усики, поверьте мне, их вообще никто не чувствует. Это просто маркетинговый ход. Ну, ни одна женщина. Тоже поставьте эксперимент. Завяжите женщине глаза и купите вот эти презервативы с усиками, с шариками, с пупырышками, еще с чем-нибудь. И просто их надевайте и спрашивайте, что она чувствует. Ничего она не почувствует. То есть она во мне ответит, что «О, во мне сейчас презерватив с пупырышками, во мне презерватив с усиками». Не будет ничего такого. А, еще у меня был любовник. Это очень давно было. Тогда, когда мужчины в армию попадали, они вшивали в себе всякие шарики. Ну, всякой такой ерундой занимались. И якобы женщинам от этого приятнее. И вот у меня был один такой любовник с вот таким вот шариком, вшитым, короче, возле головки он там куда-то был вшит. Ну, и якобы это должно было как-то дополнительно воздействовать на точку G и больше удовольствия женщине доставлять. Ну, я этот шарик никак не чувствовала. То есть я потом занималась сексом с другими мужчинами. И, ну, то же самое. То есть я не могла сказать, если бы я визуально этот шарик не видела, я бы не могла сказать, что «О, я чувствую, каким-то шариком ты в меня толкаешься». Нет, не было такого. То есть просто обычное давление члена внутри и все. Отдельно этот шарик не ощущался. Ну, и сам мужчина признавался, что это он был молодой, дурной, и с возрастом он понял, что это совершенно действительно не играет никакой роли. Ну, уже ему просто удалять его неохота было. Дополнительное медицинское вмешательство. В общем, так он с ним и жил. Но он сам смеялся, сам с себя, что вот он такой был молодой, дурной, вот такой вот глупостью занимался в армии. Так, следующий вопрос. Почему женщинам тогда больно бывает, если они не чувствуют ничего? Я не говорила, что женщины не чувствуют ничего. Я говорила, что большая поверхность влагалища внутри, она очень-очень слабочувствительна и почти нечувствительна. Чувствительна только верхняя стенка влагалища, вот если женщина лежит на спине, вот верхняя стенка, которая сюда, к лобку прилегает, и то на расстоянии 6-8 сантиметров примерно. Вот это вот самая чувствительная зона внутри влагалища женщины. И чувствительна еще шейка матки. Если туда член дотягивается и прикасается к ней, то бывает больно, бывает болезненно. Особенно бывает болезненно в период овуляции. Ну так очень чувствительно бывает. И бывает болезненно еще в какие-то дни цикла. У кого-то перед, с месячными, у кого-то сразу, нет, сразу после месячных вряд ли. Да, наверное, перед месячными, вот и в период овуляции. Ну у разных женщин тоже по-разному эта чувствительность проявляется. То есть вот эта точка, она может болеть, если член длиннее, чем нужно, и он слишком сильно долбит в эту точку. И еще бывает больно, если есть недостаток смазки. Потому что именно вход во влагалище, ну вот этот вход, это же очень нежная, слизистая. Пусть она не такая суперчувствительная, как язык или губы, и она не различает качество материалов. Но при натирании она начинает болеть. Ну то есть боль-то она чувствует. Именно на входе. Внутри, если вы внутри что-то натерли, там практически ничего не чувствуется. Вот даже когда, допустим, месячные у женщины идут, она чувствует только боль на выходе, вот когда матка болит, да, внутри все влагалище она не чувствует, она даже не чувствует, что из нее что-то там течет внутри, понимаете. Она чувствует выход вот этих всех своих жидкостей, уже когда они достигают вот этого самого выхода из влагалища, понимаете. Вот это один-два сантиметра перед самым выходом. Вот там она чувствует. То есть вот эта зона, она еще более-менее чувствительна. И то, повторяюсь, она не настолько чувствительна, чтобы очень различать прям материалы. Да, она почувствует, что из нее вытекает жидкость, она почувствует вот это какое-то тепло, какую-то влагу, вытекающую из нее, в том числе и сперма, когда из нее вытекает, если мужчина внутрь кончил. Она это тоже чувствует, но она не чувствует сперму внутри влагалища. Она ее чувствует, когда уже она потекла, понимаете. То есть вот, и, конечно же, если ей там натирает, то именно вот эта зона, она болит. Вход во влагалище. Ну, пара сантиметров от входа. Так. А, ну и про шейку матки я тоже сказала. с одной стороны, шейка матки, она может быть чувствительна и помогать женщине испытать дополнительные какие-то приятные ощущения. В том числе, некоторые люди называют это маточным оргазмом, хотя ходят споры насчет существует ли маточный оргазм. Но так как точка там действительно есть чувствительная, то какие-то, наверное, и болезненные, и в том числе приятные, может быть, даже оргазмические ощущения дополнительные женщина вполне может испытывать в той точке. Так, дальше. А когда извержение внутри влагалища? Девушка может это почувствовать? Я уже, кстати, снимала отдельный ролик на эту тему, но вы же не смотрите абсолютно все мои ролики, поэтому я повторюсь и здесь. Да, девушка чувствует пульсацию члена внутри себя и она чувствует небольшое такое потепление. Вот когда жидкость извергается, особенно если достаточно много, если спермы мало, может ничего не почувствовать, кроме пульсации. А если жидкости достаточно много, то она чувствует такой вот какой-то небольшой разлив теплоты. Он такой, он слабо ощутимый, нельзя сказать, что это прям все женщины его почувствуют. Вот как раз те, у которых чувствительность еще более-менее, они его чувствуют. Вот этот разлив тепла внутри, да. И он быстро проходит. То есть вот ты-то почувствовала такой вот толчок теплоты небольшой? Ну, наверное, еще от того, что сперма как бы стреляет, да, и она создает все-таки какое-то давление при разливе спермы внутри. и это еще создает дополнительное ощущение. То есть вот это какие-то секунды-две чувствуется, а потом все, раз, и ты уже больше эту сперму не чувствуешь внутри себя до тех пор, пока она начинает из тебя вытекать. Когда она уже вытекает, тогда ты ее опять чувствуешь, уже на выходе вот этими, вот этой чувствительной зоной, зоной, которая находится на самом входе во влагалище. Так, следующий вопрос. Наверное, чувствуют женщины презерватив или нет, зависит от качества резинки тоже. Нет, это от качества резинки не зависит, разве что она может почувствовать, например, запах, да, есть. Я не знаю, как сейчас, но я помню, когда я еще совсем молодая была, студенткой, и сама еще со студентами иногда встречалась, то было дело, мы какие-то достаточно дешевые изделия покупали. Я помню, что какие-то презервативы прямо аж очень неприятно пахли, и этот запах невозможно было не почувствовать, мне казалось, он на всю комнату воняет. Я не знаю, как сейчас, по-моему, уже даже самые дешевые презервативы сейчас должны более качественными быть, чем 20 лет назад. Но вот, ну, разве что по запаху она может что-то там почувствовать, но качество презерватива это для мужчины, для его чувствительности больше, но не для женщины. женщина вот эту вот толщину миллиметра презерватива не заметит. Ну и может быть еще она почувствует, ну если смазка там какая-то, есть презервативы с дополнительной смазкой, то есть может быть его на дольше хватит и не так быстро начнет натирать. То есть, ну вот, разве что так. И последний вопрос, может быть он не очень по теме, но я его все равно здесь озвучу. Женщине искренне хочется слияния с мужчиной, а не с его кошельком. А что, сегодня в век победившего потреблятства так бывает? Так как я рассказывала, что женщины, когда они очень влюблены, заполняют чувства к мужчине, хочется сорвать эти все презервативы. это не физиологическая потребность, а именно психологическая, почувствовать мужчину без презерватива. И вот человек удивился, что так бывает. Ну на самом деле, да, действительно так бывает. Представьте себе, сейчас женщины достаточно зарабатывают, многие из женщин, могут обеспечить сами себя и могут себе позволить с более-менее равноценными мужчинами по статусу испытывать искренние настоящие чувства, а не искать себе бесконечно папиков и связываться с мужчинами, которые им неинтересны, не нравятся, но лишь бы их содержали. В общем, очень странный вопрос, и как раз сейчас непобедившее потреблядство, где вы видели победившее потреблядство? Сейчас столько женщин неплохо зарабатывают, но, конечно же, вы можете иметь претензию к этим женщинам, потому что, если женщина сама зарабатывает, она хочет, чтобы мужчина зарабатывал хотя бы не меньше, чем она, потому что в отношениях это неудобно, когда мужчина зарабатывает меньше. Если женщина зарабатывает меньше, то как-то так исторически мы привыкли к тому, что мужчина обеспечивает и содержит. И это не воспринимается ни мужчиной, ни женщиной обычно как-то слишком негативно. но когда мужчина меньше зарабатывает, это практически всегда превращается в какую-то проблему. Но если мужчина и женщина сошлись на равных, или мужчина имеет чуть выше статус, чем женщина, и он ей действительно искренне нравится, его внешность, его запах, она считает его сексуальным, почему она не будет испытывать к нему искренних чувств и желаний слияния. В общем, глупости какие-то. Пишите, пожалуйста, остались ли у вас еще какие-то вопросы по этой теме. Жду вас в комментариях. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка под видео в описании и в подсказках. В телеграм я поднимаю более интимные темы, чем здесь могу позволить себе на ютуб из-за цензуры. Я всех люблю. Целую. Пока-пока.